Привет, с вами Олеся. Это видео будет такого влогового формата. Начнём мы с вами с того, что поедем отправим посылку. Ну, не посылка, бандероль, да, у нас называется. Мне писали в комментариях, девчонки, что после переезда в другую страну Европы им не хватает какого-то сайта типа Авито или вот в Беларуси сайт Куфор, где можно всё купить, продать, допустим, что-то ненужное БУ, да, в хорошем состоянии, жалко выбрасывать и отдать некому. То продать бы его кому-нибудь, какого-то такого сайта-аккумулятора, где можно продавать и покупать БУ-шные вещи. Или, например, надо какое-то устройство или вещь ненадолго, на тот период, пока ребёнок растёт, там, поиграть ему 3 месяца и потом куда-то сплавить, чтобы дом не захламляло. Девчонки спрашивали, где это можно делать, какой тут есть такой сайт. Как сказала Аня, мне очень не хватает Куфора. Так вот, здесь, в Италии, я знаю два ресурса, на которых можно это всё делать. Винтед и Вайлопоп. Вот, например, мы продали БУ-шную вещь, и я сейчас её отвожу на этот... Я сейчас её буду отправлять. Я так понимаю, и Винтед, и Вайлопоп, они работают по всей Европе. Для продавца очень удобно, потому что вы фотографируете вещь, выставляете её, распечатываете этикетку прямо с сайта, наклеиваете и отправляете. Покупатель оплачивает как покупку, так и пересылку тоже. В общем, посмотрите эти сайты, может, они вам будут полезны. Ну что, поехали, отправим мою посылку. Ребят, немножко про погоду. У нас холодина наступила. Так нам повезло. В этом году, в ноябре, в декабре, в январе была теплота и красота. Ну вот, на носу февраль. На улице плюс восемь, утром плюс два. Вся Италия замело, везде снег, везде не проехать, не пройти. Но только у меня в баре тут-то, у нас снега нет. Но холодно для прибрежного района с влажностью, сыростью. Плюс два, плюс восемь – это жесть. Так было тепло и хорошо в декабре и январе. Казалось, что зима не наступит никогда. А нет, наступила. А-а-а, холодина. Они бастовали против нового законопроекта. У нас сейчас правительство борется со спекуляцией на заправках. Против повышения цен сделали новый законопроект, что заправщики должны увешивать не только цену топлива у себя на заправке, но еще и среднюю цену на топливо. Этот проект заправщикам не понравился, они бастовали, планировали чуть ли не 80-90% заправщиков бастовать. Но в итоге потом передумали и все равно можно было найти открытые заправки, даже если не с сервисом, когда вам заправляют, где работает помощник. Но в любом случае с селл-сервис можно было найти заправку. Начинаю сегодня свой день, свой завтрак в Баре, в порту Санта-Спирита. Санта-Спирита – это один из районов города Бари. У нас закончился наконец-то шторм, видите, погодка все еще не очень, несмотря на то, что раннее утро, все выглядит очень даже пасмурно, как-то блекло, но тем не менее мой любимый порт, мое любимое моречко, и сейчас нет ветра, приятная погода, поэтому решила сегодня позавтракать на улице. Город живет своей жизнью, вы слышите, как делают там ремонтные работы, что-то шумит. Я наблюдаю, как в порту затонула лодочка, очевидно, во время вчерашнего шторма или позавчерашнего два дня у нас была непогода, и вот одна из лодочек там, я вижу, погрузилась в воду. Сидят чайки, ходят люди, такая вот спокойная обстановка. Хочу сейчас позавтракать и немножко прогуляться вдоль порта. Часто, кстати, вот спрашивают, когда стоит приезжать в Италию, и стоит ли приезжать зимой, вот в январе, феврале. Вот хочу вам, ребят, сразу сказать, не приезжайте в Италию в конце января и феврале. Вот не надо, нечего здесь в это время делать. Вот вы сами видите, какая сегодня погода, да, всё такое пасмурное. На самом деле солнце выходит, солнце светит, но не греет. При ярком солнечном свете, конечно, картинка более приятная для глаза. Это тёмно-синее море, зелёное растение, но это всё равно не то. Ребят, это не то. Вы в феврале будете в Италии страдать, потому что, вот, например, на юге Италии, ещё на севере это всё по-другому выглядит, а на юге Италии во многих, особенно в старых домах, вообще нет отопления. Понимаете, вот я рассказываю, что у меня включается отопление вечером, да, несколько часов мы греем, а остальное время догреваемся кондиционером. В более современных домах, конечно, это всё по-другому налажено. Там уже предусмотрены самые различные системы энергосбережения, теплосбережения, там какие-нибудь тёплые полы, уже там другого класса окна. Но если это дома старые, то это обязательно какая-то будет жесть. Или это будет плесень, или это будет холод, или то и другое вместе. Это не очень комфортно. Вообще, вот, например, что касается вот этого райончика, где я живу, здесь очень много вилл пустует зимой. Здесь многие имеют виллы, летние домики, так называемые, и они просто сюда переезжают. Вот где-то в марте собирается вся семья, вещи свои собирают, и приезжают сюда, и живут здесь припевающие. Весну, лето, осень, а когда заканчивается октябрь, они все монатки свои пакуют и переезжают в какой-то другой дом, или куда-то посевернее, или куда-то подальше от моря, куда-то вглубь территории, скажем так. В другой город могут уехать люди, да, потому что, ну, здесь как бы на машинах туда-сюда, там плюс-минус 10 минут, 20 минут, и ты в другом городе. То есть это всё решается. Не хотят люди жить здесь, на берегу, зимой. Если есть вторая недвижимость, то они стараются уехать от моря. То же самое касается и самых разнообразных BNB. Очень многие BNB отрабатывают, например, летний сезон, отрабатывают октябрь месяц, а потом просто закрываются и не работают. В ноябре, в декабре, в январе, в феврале они просто не работают. Ну и в марте там уже некоторые работают, некоторые не работают. Потихонечку уже ближе. В апрель уже всё, сезон-сезон. Уже будет полно бронирований, в апреле уже все точно работают. Им иногда проще и спокойнее просто закрыться и не работать этот месяц, зимние месяцы. Тогда не нужно устанавливать отопление. И не будет недовольных клиентов, которые приехали в прекрасную Италию. Казалось бы, у нас, например, дома сейчас минус 20, а здесь плюс 10. Ну, поедем мы отдохнём. Наверное, это очень круто. Приезжают сюда люди. На улице плюс 10 и в доме плюс 12. И как бы всё, удовольствие от отпуска испорчено. Вот, поэтому не советую. Если можно выбрать поехать в другое время, приезжайте лучше в другое время. Вот, в феврале, в январе лучше не ездить. Конечно, здесь красиво на рождественские праздники, на Новый год. Тут Новый год даже вообще на площади можно встречать, под концерт. Это очень круто. И красиво всё украшено. И какие-то интересные проходят мероприятия. Ну, у меня всё это на канале, можно посмотреть. У меня очень много видео, шествия какие-то. Можно поехать посмотреть пресепи Вивенты. Красивую украшенную рождественскую деревушку. Там Альберо Белло или Локуротондо. Это, конечно, очень всё аутентично, атмосферно и красиво. Но это, знаете, так на скоком надо приехать. Приехали быстренько, посмотрели и сбежали куда-нибудь туда, где есть отопление. Вот, потому что ночевать здесь будет оставаться не очень комфортно. Ну, если вы, конечно, не найдёте какое-то очень редкое, прекрасное B&B, в котором есть отопление. Ну, если уже нашли такое, это, конечно, шикардец просто. А так вообще многие закрываются и просто не работают. В феврале есть, конечно, мероприятия, есть что посмотреть. Треть февраль месяц – это месяц карнавалов. И тут такая вот насыщенная программа на эти карнавалы. Это продолжается несколько дней. В разных частях города, в разное время, в разных соседних городках, в разное время происходит самое разнообразное мероприятие по этому поводу. Вот, ну, в общем, если очень хочется посмотреть, то вот я советую, приехали, один день посмотрели и уехали. Вот, а если приезжать сюда так, чтобы оставаться долго, отдыхать, жить, смотреть все достопримечательности, везде ездить, то это, конечно, лучше приезжать в другие времена. Вот, вот такое мое мнение. Я считаю, что в феврале, в январе вот тоже, ну, нечего тут делать. Вот, ну, это такое мое мнение. Ответила на ваш вопрос? Я снимаю в порту. Это порт Санто-Спирита. Один из районов города Бари. Я зашла с обратной стороны порта. Хочу немножко поснимать вид на город, вид на церковь с этой стороны. Но надо еще дойти до нужной точки. Здесь стоят большие рыбацкие катера. Пришвартованы. Вот они так выглядят. Если видите, их называют женскими нами. Этот называется Анна-Мария. Такой вот баркас, да, это называется? Напишите, кто знает, я не знаю. Так, а этот не женским именем. Здесь написано N.J. Микеле. Микеле. Ну, так тоже он выглядит. Вот здесь сети разложены. Я вижу, вот там Сан-Луиджи, называется лодка, да. Мужчины ее ремонтируют. Что-то там стучат. Наводят порядок в своем хозяйстве. Ну, а здесь стоят такие вот лодки с парусами. Так, я хотела пройти немножко дальше. Как бы так рыбаков не потревожить. Они там что-то обсуждают, свои рабочие вопросы. Так, здесь какие-то старые сети. Не знаю, используются или валяются, что-то такое. Выглядит стремно. А вот эта вот лодка называется Новая Русалка. Нова Сирена. Нова Сирена. Кстати, если вы услышали, они говорят не на итальянском, эти рыбаки. Говорят на итальянском с большой примесью Борези. Это местный язык города Бари. Вот в самом Бари, если вы будете где-то на рынке гулять, там, где простой, обычный рабочий люд, они могут часто говорить не на итальянском, а на Борези. Со временем я его стала чуть-чуть понимать. Но для того, чтобы понимать очень хорошо, мне еще очень далеко. Я на нем, конечно же, говорить не умею. Так, вот сзади, видите, эти лодки две. Новая Сирена, Новая Русалка, да, и Новая Ребекка. Новая Ребекка. Почему новые, я не знаю. Может быть, старыми они уже не действуют, поэтому сделали новые, не знаю. Знаете, вас может смущать куча мусора, но по сравнению с Белоруссией, да, например, и с какими-то другими странами, в Италии может быть очень грязно. Очень грязно иногда, да. Так, ну вот я пришла в то место, где я хотела поснимать. Мне очень нравится именно вот этот вид. Вот, видите, там два шпиля, это церковь. Ну, такая вот тут обстановка сегодня. Вот такое получилось видео. Я надеюсь, вам было интересно. Если это так, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, и мы с вами увидимся очень скоро в следующем видео. Чао-чао, Атути. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok